Есть истории, о которых знают немногие, но знать о них нужно, возможно для того, чтобы осознать, как важно оказать поддержку детям, которым не хватило семейного тепла и заботы. История жизни Дарьи Сорокиной как раз из таких. От нее отказалась родная мать, когда Даше было 10 лет. Мама родила ее в 16. Сначала отдала на воспитание бабушке, а когда той не стала, отправила в детский дом. Попытки общаться с мамой, у которой позже родилось еще двое детей, Дарья не оставляла до последнего, но та не смогла, но и не захотела. Было больно и горько, однако выход во взрослую жизнь для Дарьи, как и для сотен детей из детских домов, порой оказывается самым сложным. Сегодня таким ребятам оказывается господдержка, им дают жилье, с ними работают органы опеки. Однако дело тут не только в новых условиях проживания. Чем еще сложно ребенку из детского дома? Каждый по разу. Каждый бывает психологически травмирует. Когда тебе родители в глаза говорят, что ты нелюбимый ребенок. В моей жизни это было, и я это прошла, и я это знаю. И сейчас, когда будучи взрослой девочкой, ты не с болью в сердце, а с ранкой в душе говоришь это. То есть, ну, боль в сердце уже давным-давно. До свидания. Годы, проведенные в Лосино-Петровском детском доме, девушка вспоминает с теплом, подчеркивает, настоящее везение, когда воспитатели помогают, относятся с душой, они просто равнодушно выполняют свою работу. Повезло Дарье и с сотрудниками Щелковской опеки. Девушка говорит о них, как о родных людях. Именно здесь и помогли умные и целеустремленные девушки обрести счастье в самостоятельной жизни и найти достойных патронатных воспитателей. Правда, получилось это не сразу. Нелегко, говорит девушка, людям бывает понять специфику детей из приютов. Да и не готовы, порой бывают взрослые, принять уже взрослого, сформировавшегося ребенка. Не обязательно, чтобы патронатным воспитателем именно наблюдал за тобой 24 на 7. Он должен раз в месяц хотя бы приехать к тебе домой обязательно, то есть посмотреть, как ты живешь. Ну и на звонках быть обязательно, то есть если что-то у меня происходит, я звоню, говорю, вот так-так, я не знаю, как там оформить документы. Он объяснил, как пойти, куда сходить, вот. А тот воспитатель не наблюдал. И мы разорвали контракт, вот. И мне предложили Олесю Сергеевну. Говорят, у нас есть очень прекрасный воспитатель. Олеся Рудакова. Женщина, которой, как признается Даша, ей хочется подражать. Они сразу нашли общий язык, поняли, что нужны друг другу. Для меня наставник – это ответственный взрослый, который может там сказать, подсказать, там, не знаю, как чай заварить, как работу найти, как, не знаю, там, что сделать, там так, как практику найти, как аккумулятор поменять. Окончив школу приемных родителей, Олеся с мужем решили – будут помогать и опекать. В том числе мы даже какие-то жизненные вопросы решаем, которые, конечно, я не могу там на камеру разговаривать, но это, получается, какие-то такие вопросы, которые действительно, ну, подруге не скажешь, да, потому что и другу не скажешь, и не скажешь, кем-то это не обсудишь. То есть это можно обсудить, но действительно с близким человеком, который с высоты жизненного опыта может что-то подсказать. Такое взаимодействие помогает обеим жить полной жизнью. Мудрая Олеся и только вставшая на взлетную полосу жизни Дарья, они нашли друг друга. Понимание, принятие и, конечно, желание поддержать того, кому требуется помощь – вот главные принципы патронатного воспитания. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.